Живи, даже если другим кажется, что это невозможно. Цветущая сакра на краю вулкана. Увидела в интернете, понравилась эта фраза, и уже несколько лет, лет пять больше, наверное, живу по этому лозгу. Не сдаваться, не падать, вставай и опять иди. В жизни Любови Александровны было все. Взлеты и падения, моменты радости и глубокая депрессия, большая любовь и такое же предательство. Известный в Северной Осетии ресторатор, она реализовала проекты ряда самых популярных ресторанов Владикавказа. Оглядываясь назад, женщине есть что вспомнить, есть о чем рассказать. Вышла замуж в Сухуми, а потом там беспорядки были, мы переехали в Белиси. В Белиси от фирмы Марку Полу начался набор сотрудников со знанием иностранного языка. Я прошла на конкурсы, отправили учиться в Австрию. Я закончила австрийскую школу европейского сервиса фирмы Марку Полу, менеджер по образованию. И так я стала ресторатором. В этом городе я запустила много проектов. Я люблю до сих пор свою работу. Я бы до сих пор работала, у меня даже приглашение есть. Но меня немножко подводит здоровье. Вот здоровье немножко подлатаю и опять боль. Сейчас Любовь Александровна живет в интернате забота, любит прогулки на свежем воздухе, много читает и разводит цветы. У женщины нет детей и близких родственников, но очень много друзей, с которыми всегда можно поговорить и получить нужный совет. Именно совет близкой подруги и привел Любовь Александровну в интернат несколько лет назад, о чем женщина ни разу не пожалела. Мы очень хорошо живем. Я вообще не... У нас такой сейчас дорогой, золотой, любимый директор Беликов. Ой, Георгий Казбекович, он нас всех понимает, любит. Сожалеет о нашей судьбе, кому что не повезло в жизни. Идет нам навстречу, устраивает всякие наши... Нам здесь совсем не скучно, у нас постоянно концерты, нас вывозят на концерты. Мы ведем нормальный образ жизни. Посмотрите, как у нас уютно, как у нас чисто, какие у нас сотрудники. А потом нам хорошо в помощь приходят наши социальные работники. Социальные работники нам оказывают во всем помощь такую, скажем так, по всяким делам нашим бумажным, они бегают за нас, все решают, помогают нам. В интернате заботы переплелись жизни многих людей. У каждого из них за плечами непростая судьба, поэтому сотрудники интерната стараются облегчить быт своих подопечных, украсить их будни яркими событиями и радостными эмоциями. На сегодняшний день в нашем учреждении проживает 133 человека, из них 87 инвалидов. Каждый... Это отдельная история. Отдельная судьба и всех их привело в наше учреждение какая-то определенная жизненная ситуация. Каждого из них мы пытаемся понять, каждому пытаемся найти индивидуальный подход. На сегодняшний день наше учреждение может предоставить все условия для их комфортного пребывания в нашем учреждении. Это социально-медицинские условия, социально-психологические, педагогические. И я считаю, что мы неплохо с этим справляемся. Интернат «Забота» стал для многих пожилых людей вторым домом. Здесь они вновь обрели друзей и смысл жизни. В новой семье жизнь идет своим чередом. Все вместе они встречают праздники, делят радости и печали. Окруженные заботой и вниманием, подопечные всегда получают поддержку и помощь квалифицированных специалистов. Елена Смирнова, Давид Хамицаев, Вадим Панченко, 15-й регион. Смирнова, Давид Хамицаев, Вадим Панченко, 15-й регион.